Всем привет! Сегодня проводим очередной стрим для всех любителей преподавания английского, а также всех, кто интересуется разработкой собственных материалов. А мне кажется, что нет такого учителя или преподавателя, которому никогда не доводилось это делать, в силу или отсутствия материалов, или просто интереса к своему предмету. Меня зовут Ксения Смышляк. Я уже много лет занимаюсь разработкой методических материалов для ESL и EFL lessons. Также я постоянно публикуюсь в научных журналах, посвященных проблемам методики, дидактики, лингвистики, выступаю на научных конференциях по этим же тематикам. На данный момент я работаю в онлайн-школе Skyeng на позиции instructional designer, а также являюсь действующим преподавателем корпоративного направления. Сегодня я хочу поделиться с вами своими фишками заданий, нацеленных на team building класса. Наш стрим сегодня так и называется – team building на уроке английского surveys and polls. Эти разработки я на самом деле начала делать уже очень давно, когда еще была преподавателем факультета иностранных языков, около десяти лет назад, и они отлично подходят для работы с аудиторией, то есть для групповых занятий со студентами или учениками, взрослыми учениками или учениками подросткового возраста, но их также вполне можно адаптировать для работы в face-to-face занятиях. Давайте для начала разберемся, что такое team building в целом и для чего он нужен на уроках английского. Иногда мы с вами сталкиваемся с тем, что студентам или детям неинтересно учить язык. Каждый преподаватель на своей практике с таким сталкивался. Или же мы неинтересно преподносим язык. Или вообще урок идет как-то не так. Эти все проблемы может решить team building. Team building – это сплочение коллектива. От английского team building – построение команды или командообразования. То есть это мероприятие какого-то игрового формата или развлекательного или творческого характера, которое направлено на улучшение взаимодействия между учениками, а также между учениками и преподавателем, повышение сплоченности коллектива на основе осознания каких-то общих ценностей или общих представлений. Такие мероприятия, они в первую очередь нацелены на высвобождение личности во всех ее проявлениях. То есть когда студент ваш попадает в непривычный формат заданий, в непривычный формат работы на уроке, он расслабляется, и его такое собственное я выплывает наружу. И по сути это очень отличный способ узнать как своих коллег, если мы говорим о team building в его типичном понимании, и отличный способ узнать для учеников друг друга и также для учителя узнать своих учеников. Это позволяет ученикам, в свою очередь, узнать какие-то схожие стороны и интересы, которые, возможно, у них могут обнаружиться. Где, как ни на уроке английского, нам необходимо, чтобы весь класс или вся группа работали сообща, а тем более как можно больше практиковались в речи, то есть в живом общении. Ведь язык мы с вами учим через общение. И вообще все последние десятилетия мы работаем в парадигме коммуникативной методики, где у нас коммуникация и общение выходят на первый план. Итак, несколько причин давайте разберем для того, чтобы попробовать team building на ваших уроках. Во-первых, это, как я уже упоминала, улучшает отношения между учениками или между студентами в целом. Это позволяет им повеселиться и улучшить атмосферу в классе, а также уменьшает проблемы с дисциплиной, если они существуют. Это усиливает мотивацию и желание учеников или взрослых учащихся учить английский язык. Ну и это еще и повышает самооценку, как ни странно. Давайте разберем каждый пункт более подробно. Улучшает отношения между учениками. За счет чего? Когда ваши ученики лучше узнают друг друга, они скорее начнут друг друга уважать как личности. Они будут судить друг о друге как о человеке за способности друг друга, а не из-за внешности. Они скорее могут подружиться, если найдут какие-то общие интересы. А вот как раз такие тимбилдинг-задания помогают им и выявить эти общие интересы. Это помогает просто улучшить атмосферу в классе и повеселиться. Тимбилдинг на уроках английского – это интерактивный процесс в первую очередь. Это помогает полюбить уроки английского, так как для учеников это разрушает тот стереотип о традиционном уроке, где существует строгая дисциплина, где знакомые наперед привычные формы работы, а такие необычные тимбилдинг-задания, они создают спокойную, даже непринужденную атмосферу для эффективного обучения. Это уменьшает проблемы с дисциплиной, потому что энергия ваших учеников направлена в нужное русло и самое главное – позитивным образом. Это удовлетворяет их потребности в общении на уроке, то есть вам не нужно будет постоянно делать замечания, чтобы они перестали разговаривать, потому что наша задача, главная для тимбилдинга-заданий – это как раз живое общение. Конфликты таким образом между учениками у нас устраняются, они строят позитивные отношения друг с другом, они взаимодействуют друг с другом, так как сами задания на тимбилдинг, они всегда предполагают какую-то форму групповой работы. И это усиливает мотивацию и желание изучать английский. Мотивацию у учеников и студентов любых возрастов можно повысить, когда они чувствуют, что их в классе или в группе уважают, когда они наслаждаются уроками английского, когда они получают ту самую возможность свободного общения и когда они сами могут контролировать процесс. То есть у них есть задача и свобода выбора, движений, перемещений по классу, порядку взаимодействия с одноклассниками или одногруппниками, и когда учитель таким образом просто отдает инициативу в руки ученикам. И сами задания у нас, естественно, проходят в более непринужденной форме, чем более традиционные, к которым ваши ученики привыкли на уроках. Итак, какие формы задания подходят для тимбилдинга? Я предлагаю, здесь важно помнить, что мы с вами, если мы с вами имеем в виду подростков и взрослых учащихся, то такая форма, как игра или геймификация, любые элементы геймификации, они могут вызвать непринятие. Так как геймификация обычно воспринимается подростками или взрослыми учащимися не всегда позитивно. Они считают, что это элемент такой детской формы взаимодействия. Я вам предлагаю сегодня рассмотреть такой вариант задания на тимбилдинг как сервей. И дальше мы посмотрим на конкретных примерах тем, как построить такие задания. Что такое сервей? Это исследование, то есть мы предполагаем, что в рамках какой-то изучаемой темы ваши ученики должны будут сделать небольшое исследование аудитории. То есть аудитории своих одноклассников или одногруппников, во-первых, в форме опросника, а потом они должны будут проанализировать и представить какие-то полученные результаты во время опроса исследования. Что здесь является еще и дополнительным плюсом с точки зрения методики, это то, что мы в это задание интегрируем еще какой-то из этапов тренировки Target Vocabulary или Target Grammar. Давайте с вами рассмотрим пример, как можно построить такое задание на сервей. Например, вы проходите с учениками тему «Еда» и находитесь уже на финальном этапе разбора темы. То есть у вас уже есть лексика, над которой ваши ученики работали в процессе чтения, аудирования. И как финальный этап мы просим провести их такое, их провести такое survey on the topic. Первое, что мы просим, это на уроке составить опросник по теме. Ну, в целом у нас тема food and diet, но мы с вами задаем какой-то один вектор и говорим учащимся, что вам нужно исследовать вашу аудиторию по какому-то аспекту этой тематики. То есть вы должны выбрать какой-то один аспект темы food and diet и исследовать ее аудиторию. Например, какой может быть один аспект там? Вегетарианство или любимые кухни и блюда. Или насколько мои одноклассники или одноглубники умеют готовить. Или придерживаются ли они какой-то определенной диеты. Хотим исследовать какие-то тенденции. Здесь могу показать, например, ваши сервии, ваши, а ваши учеников, может выглядеть на уроке каким образом. То есть они составляют для себя опросник, в котором вы задаете количество вопросов, которые обязательно должно быть. Ну и, например, там вопросы в стиле. Дальше они должны расчертить страничку для того количества респондентов, которые будут отвечать на эти вопросы. Следующий этап – это непосредственно опрос аудитории. То есть мы здесь, как учитель, задаем определенное количество, минимальное количество человек, которых они должны опросить. Например, 8 или 10 своих одноглубников или одноклассников, которых ты должен опросить по своему опроснику. Что здесь классно для ваших учеников – это то, что они, опять же, чувствуют свободу выбора. Они могут сами выбирать респондентов, они могут перемещаться по классу, что дает им такую форму, необычную, свободную форму общения и работы. Ну и последний этап – это проанализировать данные, проанализировать те данные ответов, которые они получили. Ну, в моей тапличке, в частности, это там интервью E1, интервью E2, интервью E3 и так далее. И предоставить эти данные уже в форме отчета о результатах исследования, которые также могут быть в форме, например, графика. Это будет уже у вас полноценное домашнее задание, проект на следующий урок. Ну, например, ваш ученик должен будет представить визуализацию графиков тех результатов исследования, которые он получил. Он вам будет рассказывать, что, например, 10% респондентов ответили на такой-то, на первый вопрос так, о чем мы и какие здесь мы можем сделать выводы. 5% ответили так, каким образом он нам с вами делает визуализацию результатов и предоставляет еще и устный какой-то ответ. Что мы здесь можем еще задействовать в задании? Это отработка топика vocabulary. Например, когда вы даете вашему ученику четкое задание, что в вопросах опросника он должен использовать слова из списка тематического вокабуляра. Ну, в моем случае, это какие могут быть слова? Если мы говорим о теме еда, то это cuisine, vegetarian, to keep to a diet, to skip breakfast и так далее. Это все зависит от того, какую тему вы изучаете. А также вы даете четкое задание использовать этот же список вокабуляра в то время, когда ученик будет представлять результаты исследования и делиться своими результатами. Что мне особенно нравится в таком формате задания, это то, что практически любую тему, которую вы изучаете с учениками в рамках любого учебника, можно переложить на такой урок team building. То ли это тема спорт, хобби, путешествия, вкусы, архитектура, национальный характер, наука и изобретение. Каждую из этих тем можно сделать предметом для исследования опроса. Даже если вы просто учите грамматику, определенную грамматическую конструкцию, скажем, повторяете present perfect, если это, например, ученики взрослые или студенты или подростки, можно попросить составить опросник на тему the most unusual experiences I have ever had. И тогда у нас в сервей будут фигурировать вопросы, в каждом из них будет present perfect, например, have you ever swung with sharps, have you ever ridden an elephant, have you ever climbed a volcano и так далее. Вот вам пример применения такого задания не на лексике, а на грамматическом материале. Что хочу подчеркнуть, так это практическую пользу таких заданий для развития умения говорения и автоматизации лексических или грамматических навыков, помимо их пользы как team building сессии. Так как такие задания имеют несколько этапов, мы с вами уже проговорили, это составление опросника, это опрашивание респондентов и предоставление результатов, то есть когда ваш ученик должен рассказать о результатах, то мы с вами на всех этих этапах проходим нужные нам стадии тренировки target vocabulary or target grammar. То есть это, или развитие умения, это semi-controlled practice, freer practice, то есть это отличный пример продуктивного задания. То есть ваши ученики уже должны практиковать или выводить в речь изучаемые грамматические или лексические единицы. В начале я уже упоминала о том, что если постараться, то такие задания можно провести не только на групповых занятиях. И здесь в помощь нам будут соцсети. То есть если вы занимаетесь учеником face-to-face, он может проводить такие surveys или polls, используя аудиторию своих подписчиков в соцсетях. Или даже создав опросник в любом мессенджере, разместив пост с опросником на своей страничке. Если у вас несколько учеников, вы также можете создать для них группу или сообщество, в котором они смогут проводить такие исследования, опросы между собой. Если вы преподаватель любой языковой школы на любую аудиторию взрослых или подростков или детей, то такие задания можно проводить не только в группе, но даже в сообществе школы, например, между группами школы. Итак, подводя итоги, предлагаю вам уже в ближайшее время попробовать формат таких заданий на тимбилдинг в вашем классе или в вашей группе, или на face-to-face занятии с учеником. А потом вернуться с комментариями под стримом о том, понравилось ли ваше задание ученику и непосредственно замотивировало ли его оно, такое задание, стало ли для них сюрпризом какой-то такой необычной формы работы на уроке. А если вы работаете с группой, то помогло ли это вам сплотить ваш коллектив и было ли это задание такой тимбилдинг-сессии для ваших учеников. Буду ждать ваши комментарии и увидимся с вами на других стримах, где мы также будем рассматривать другие интересные методические темы и вопросы. Всем хороших студентов и буду ждать ваших комментариев. До новых встреч, дорогие коллеги!